Подожди, подожди, это контейнера, а вот только что я рассказывал про эту пулю. Это пуля, так называемая, еще раз повторюсь, на разрыв, действие на разрыв. Свойство кожи эластичное, когда пуля входит в рану, сжимается, то здесь, за счет стабильности своей скорости, она ее не ковыряется, ни вверх, ни вниз, не уходит. Подожди туда, по центру встать, не делая колебательных движений, не теряя скорость. Здесь стоит провокатор, трех-четырехмиллиметровый наконечник. Когда наконечник ударяется в кожу, он провоцирует сжатие, и во время, когда кожа напряжена, найдет этот удар дальше, вот этим, ободком, и кожа получается развороченная и рана не закрытая. Так это самое сильное получается? Это с 85-го года, международная конвенция, вообще запрещена. Вот за вот этого, вот за этого всего, что она вот имеет такие свойства, не закрывать рану, травматизм, ну, со смертельным исходом. До 700, до километра, грубо говоря, слона попадаешь в радиуси сердца 30-40 сантиметров от сердца, разрывает, разрывает так, что слон сразу валится, 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 валится. Ну, вот, белоруса, белоруса, я слышал, как врачи говорили, что он до 3,5 литров, кроме потерял ранение, и знаючи свойства вот этой пули, я могу где-то на процентах 40-50 сказать, что его плечо он был ранен, вот этой пули. Почему? Потому что знаючи ее свойства, а не то, что говорили вы врачи, я прихожу, как бывший военный майор внутренний войск, могу сказать, что категорически заявить, что ни одна другая пуля при ранении человека не даст потери в крови столько, сколько это. Понимаете, 3,5 литра это уже перебор. Любая пуля мирового, где бы она не применялась, не даст такой потери крови в человеке. То есть кроме вот этой вот пули.